Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Smart Factory Tycoon. Мы с вами остановились на том, что бабосик, собственно, мутится, всё как полагается, дронов я наконец-таки прокачал. 22 штуки, там было море поинтов. Как вы можете заметить, у нас большая часть уже выше трёх звёзд. Даже почти все. А, вот, два двухзвёзд, значит, у нас осталось. Все остальные у нас апаются в норме. Что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем довольно неплохой цех, связанный исключительно с производством, там, буквально шести товаров, что как бы не очень. Так, не будем терять время, давайте сразу какой-то заказик поставим, который нам хотя бы в ноль отработает. Это не... ой-ой-ой, а чё весь пластик скатился-то, а? Пластик, живи. Мы за счёт пластика живём, в конце концов. 500, 600. Давайте-ка сделаем... Это сколько займёт? 48 за 17 тысяч, да, мы в плюсе будем. Пусть приступает. Короче, цех-то у нас неплохой, но его можно усовершенствовать. Я говорю вот о чём. У нас, значит, имеется два типа товаров. Их как раз сейчас нет на рынке, я правильно понимаю? Абсолютно правильно понимаю. Короче, у нас есть кораблик... А, вот, вот эта штука и... Стоп, это не она. Короче, есть такая же вещь. Спиннер. Есть такая же вещь, только делаемая из пластика и с лёгким элементом металла. Точно так же у нас есть кораблик, который тоже у нас делается из пластика, но немножечко задействуется металл. В чём замысел? Замысел в том, что, мне кажется, было бы неплохой идеей, хотя бы расширив на два этих товара наш цех, мы можем вот здесь забрать ещё довольно приличную область. Сейчас мы даже можем проверить, насколько приличную. Вот здесь и вот тут ещё один блок. Соответственно, пять на три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь станков. Ну, восемь станков, короче, сюда можно впихнуть. И это, слушайте, это идеально то, что нам надо. Получается, что да. Это идеально то, что нам надо. Короче, мы впихиваем сюда восемь станков. Все основные вот эти панели управления я переношу сюда и сюда. И в конечном итоге мы имеем небольшое улучшение нашего цеха в направлении металлообработки. Мне кажется, это то, что надо. В нашем случае, в данном цеху. По идее, это и будет пиком данного цеха, который будет нам намекать уже на то, что пора брать новый цех и заниматься нам уже другими заказами. Я, правда, не уверен, как будет работать кросс-заказность, грубо говоря, как мы будем это микроконтролить. Но, суть, я думаю, ясна. Сейчас, давайте, допустим, какой-нибудь заказ. Где у нас выбор? Вот, мы можем выбирать factory. Да. В целом, это возможно, наверное, контролить. Но, я думаю, что не без жопоболи. Что-то мне подсказывает. Так, по очкам у нас четыре очка есть. Есть здесь, куда их тратить. По очкам, по очкам. Так, ускоренно это нам не надо. Конструктор. Новая комната имеет скидку. Новое издание со скидкой. Я думаю, нам вот это стоит взять. Потому что следующее, что нас ждет... А, стоп, подождите. Сначала апгрейд. Прогнозирование более широкое. Продукты премиум рынка. Короче, улучшение машин, либо премиум рынок. Улучшение машин. Оно даст нам возможность улучшить уже существующие наши станки. Что, по идее, должно очень хорошо сказаться. Если я правильно понимаю улучшение. Скорее всего, да. Короче, нам нужны в любом случае улучшения. И потом уже возьмем премку. Сейчас проверим. Сколько оно стоит, кстати? Откройся. Улучшение стоит дешево. Плюс 20% производительности. Хм. Что вы держите за это, чтобы увидеть... А, уже улучшенные. Ну, давайте загрейдим. Ага, и она подсвечивается, что она уже улучшена. Окей, было бы, конечно, удобнее, если бы это можно было чуточку быстрее делать. Но да ладно. Сейчас мы вкинемся сюда. У нас в любом случае еще останутся деньги. За это не переживайте. Чего-чего, а денежек я наматросил. Эти, кстати, улучшаются. Вот коннекторы, кстати, не улучшаются. Я не уверен, сколько к ним всего можно... Есть какой-то ограничитель? Ммм... Пока я не уверен. Я боюсь, чтобы мы не попали в уловку. Когда нас ограничат соединяшки. Вот это будет грустно. А не хотелось бы, как вы понимаете. Так, 165 тысяч у нас все еще на руках. Так, все это дело улучшено. Проверяем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, три, четыре. Отлично. Продолжаем. Это уже должно быть повеселее. То есть, представьте, это каждый этап ускоряется на 20%. Здесь у нас сколько было? Четыре этапа. То есть на 80% ускорения производства. Мне кажется, что это довольно вдушительный. Вклад, нет? Должно быть довольно внушительно. Так, отправляем. И у нас рынок как раз обновился. Давайте-ка глянем, что здесь. Есть ракетки. За один день 9000. Это, кстати, неплохо. При том, что оно быстрее будет, на самом деле. Так, есть ли тот товар, о котором я говорил? Лодочек нет. Есть вот эта лодочка, но это не то. Это спиннер из металла. Тоже не совсем то. А, подождите. Он не подходит просто из-за типа доставки. Так-то он из пластика и металла. Сборочный станок. Это все понятно. Короче, нам нужно будет просто дождаться перезаказа, грубо говоря. Так, из особых мы можем сейчас что-то сделать. Ракеты. Ну, давайте ракетки сделаем. 85-е качество. Ну, за 8 часов 7000. Пойдет. Так, это отправляем. Давайте, пока нас не отвлекли. Короче, еще раз просчитываем. Нам нужно будет тогда поставить что? Нам нужно будет добавить еще один покрасочный. То есть отсюда мы эту штуку заберем. Сюда мы добавим еще один литейничек. Вот сборочный процесс у нас, кстати, очень сильно замедлен на самом деле. Но если я здесь начну манипуляции проводить, это, скорее всего, плохо закончится. Хотя, почему? Так, а ну-ка, если я перенесу, соединение отпадет? А, уже операции есть, поэтому не можем. Понял? Блях, так мы не сможем. Давайте сейчас быстренько заказы все сделаю. Перестроим и тогда будем уже плясать. Так, на 20к отправили. Сейчас на 20к заезжает еще. Особый заказ сейчас увидим. Мы его делаем с бешеной скоростью. Но, опять же, это стартовая часть. Это когда первые детали отпечатают, покрасят. Тогда, вроде бы, кажется, что очень быстро. Но, когда начинается сборка, там уже есть косячки. Там чуть-чуть процесс начинает заедать. Немножечко. Да, нет, слушайте. Все равно в конечном итоге быстро. Там всего 12 ракет. Там и делают-то нечего было. Давайте, сейчас освобождаем полностью от заказов. Поньк, поньк. А почему 9000? А, 20к, то бы, бросил. Короче. Я сейчас попытаюсь быстренько, получается, оттяпать вот эту территорию для цеха. Правда, нам же роботов пригодится херова гора. Опять-таки. Ме-е. Это может создать проблему. Прям очень явную. Мы можем убрать часть складов, на самом деле. Короче, я сейчас нафантазирую. Скорее всего, я вот эти переключатели перетащу в центр. Может быть, это сработает как надо. В общем, одна минута дела. Так. Как всегда, по пути поменялось 10 планов. Мы теперь не занимаемся металлом. Я прикинул по товарам. Мы откроем гораздо больше товаров, если возьмемся за швейный и за напичкаватель игрушек. То есть, например, у нас появится плюшевый медведь этого типа при состыковке пластика и набивочной машины и швейной машины. Что, в принципе, очень даже неплохо. Сейчас мы, кстати, наверное, на этом рецепте и проверим. Сейчас, давайте я его запущу. Я все, собственно, установочки поставил здесь в ряд, чтобы нам не приходилось колупаться туда-сюда. В разы удобнее как раз для создания новых рецептов. Так, давайте смотреть. 24 часа 8 тысяч. Ну, по сути, это работа в ноль будет. Через что мы проходим еще раз? Мы проходим через... Пластмасса, покраска, получается, мордочка. А здесь набиваем основу игрушки и получаем, собственно, игрушку. Тут уже скорее станет вопрос в том, что нам тупо не будет хватать роботов. Я в этом уверен на тысячу процентов. На миллион, я бы даже сказал. Потому что станков стало почти в два раза больше. Я здесь добавил сборочный, здесь добавил эти еще по станочку, добавил один прессовочный и целых восемь станков вообще из новой сферы. Но со складами пришлось как-то так. Ничего не поделать. В любом случае, нам это дает что? Нам это дает роздолье. Теперь мы, собственно, имеем больший спектр заказов, которые мы можем выполнить. За счет улучшения я все поулучшал, что было? Все же. Вроде бы да. Все поулучшал для, опять же таки, ускорения производства. Поэтому посмотрим, насколько это позитивно скажется. Я думаю, что скажется. В любом случае, мы должны свои плюсики получить. Так, и у нас очень большая проблема с экологией. Нам бы ее как-то перекрыть. Давайте пока продолжим по старинке. Там у нас был заказ ценой в 80 единиц, если я не ошибаюсь, по экологии. А это как бы не шуточки. Я надеюсь, что... Кстати, а могу ли я улучшить? Подождите. Хм. Он дает производительность по энергии. Она сама меняется? Да. Она становится двухсоставной. Короче, мы получаем плюс по энергии, что, скорее всего, понизит средства, затребуемые на электричество, что очень хорошо. 10 тысяч ежедневный расход. Понял. Вот. Поменяет это количество, но никак не повлияет на экологию, к сожалению. К огромному. Так, мы потратили 22 тысячи. Получаем за 22 тысячи. Пока все очень хорошо выглядит. Пока как я и планировал. Так, по особым заказам у нас есть вот мишки. Абсолютно бесполезный заказ. Сейчас. Ммм. Должно на большую часть заказов пока хватить. Так, машинки сколько нам обойдутся? А бляха ж ты, муха. А ну ж все к хэрам слетает собачьим. Очень жаль, что нельзя выставить все под одно направление. То есть, грубо говоря, направление у нас 4, но они все задействуют пластик. Весь пластик выставить на связанные станки. Там еще что-то выставить на связанные станки. И все, и не надо было вот это каждое направление прокликивать. Без этого изврата обошлись бы. Но все равно уже гораздо удобней. Так, что мы имеем? 60-26 штук. 38 часов 7 тысяч. А, это ж 1 CTR. Точно. Это 1 CTR. У него 3 этапа. Очень херовые. За 38 часов 7 тысяч. Ну, мы по сути в минус уйдем, но что поделать. Но мы ж надеемся, что цена вырастет, правильно? Поэтому сразу продавать не будем. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Дронов я потом прапаю. Там торопиться некуда. Так как это средненький заказ. Но там целых 26 машин. Поэтому пока сделают. Я сейчас пока что, наверное, быстренько прокликаю все солнечные панели. Сейчас давайте-ка... Так, пауза. Солнечная энергия. У нас 52 панели. 1305. Сейчас проверим на одной. Если мы одну апаем. 1310. Не то, чтобы показатель растет прям ого-го. Но мы сейчас очень много денег на это потратим. Так, ну что, барабанная дробь. Вложились мы прекрасно. Добавили 200 в сутки. Ну... Такое. Честно говоря. Совершенно ни о чем. При том, что у нас получастка уставлено солнечными панелями, мать его. Ну ладно, у нас и производство гигантское. Тут как бы не поспоришь. Вообще никак. Склад стал поменьше. Из-за чего они, собственно, большую часть... Частей будут выкладывать на внешние склады. Что не очень хорошо, на самом деле. Могло бы быть получше. Но опять-таки у нас заняты все дроны. Можем раскошелиться? Я думаю, что можем. Тем более, что у нас третий есть. Так, здесь у нас будут все зеленые. Блях, экология сейчас опять в жопу идет. Ладно. Сделаем вид, как будто бы я так и планировал. Плюс тысяча жопы-то А. А за что? А, за ачивку. Я тут перепугался. Думаю, что-то продали без моего спроса. Рынок заградился. Сейчас мы глянем в ансек. Так, вот сейчас, когда пошел процесс сборки, сейчас уже появились роботы в простое. Магия? Не иначе. Тем не менее, у нас есть запас. Как я и обещал. Некая финансовая подушечка безопасности. Так, а мы уже можем продавать же, да? Цена уже изменилась. Можем продавать. 13 тысяч за это получим. Хоть это был и изврат. Так, хорошо. Где, собственно, то-то-то? Так, вот, спецзаказ есть. Два дня, 19 тысяч. 40 экологии. Понимаю, понимаю. Давайте не забывать про деревья. Плюс 8. Давай с запасиком. Угу. Так, смотрим на заказ. Плюшо медведя. Бай. И сколько у нас выходит? 11 тысяч при настоящем крафте. 21 час, 16 тысяч. Вот это уже профит. Это уже заслуженный профит, исходя из нашей... Нашего нового цеха. Это уже плюсик. Пуш, а этот товар до этого мы сделать не могли. Теперь мы его можем сделать, и при этом еще неплохо на нем заработать. Сейчас, правда, увидим, сколько по факту займет времени. Нам дано два дня. Хераси разогнались. Опять же, 0 дронов. Как? У нас всего 25 дронов. Как вы их всех умудряетесь задействовать? Я не понимаю. Ну ладно. Главное, что мы зарабатываем уже, слава богу. Так, нам давали два дня с чем-то, да? Мы справляемся за счет множественного количества наших станочков. За полдня, грубо говоря. Почти в 4 раза быстрее, в общем. Это прям хорошо. Я думаю, что это прям очень хорошо. Во, появилась херня. Стоп. Да, вот здесь нужно было литейное и станок для покраски. И такая же херня нужна была на корабликах, но я его что-то давно не вижу. Самый обычный дюшманский кораблик. Нам его что-то не предлагают. Ну ладно. Так, пистолетики. Ох ты ж, бляха, его тоже надо выставлять. Вот поэтому мне не нравится перестраивать цех. С одной стороны, да, надо. Да, улучшит производство. Да, будет круто. А в конечном итоге сидишь, как дурак, вот это вот все прокликиваешь. Не есть гуд. Не есть. Так, что мы имеем, если мы выставим самую низкую цену? Точнее, самое низкое качество. В нашем случае это 70. За 30 часов 18 тысяч. Опять же, мне не хватает. Сейчас я попробую чисто по датчику. В 10.30 начали. Мне кажется, что мы даже в таких заказах справляемся все равно быстрее. То есть, чтобы мы себе там не фантазировали, в конечном итоге мы справляемся все равно в разы быстрее. Такого рода заказы очень сильно забивают склад, но что поделать. Нас как будто кто-то спрашивал. Ну, слушайте, мы... А, мы еще не дошли даже. Вот здесь. За 12 часов мы сделали 60%. А сколько нам объявляли? А я еще не могу посмотреть теперь, сколько нам объявляли. Я уже не помню. Но вы-то сможете посмотреть. Вы-то сможете это увидеть точно. В любом случае, короче, показатели времени, как по спецзаданию, так и по нашим расчетам внутренним, производственным, они все равно ниже на самом деле. То есть, объявленные показатели все равно не соответствуют реальности. Как я понял. Ну, слушай, мы 24 тысячи. Считайте, получим за полтора дня. Вот сейчас сутки пройдут уже. И они уже начали сбор. Сбор, правда, тоже, дай бог, занимает времени, но, тем не менее. Сейчас проверим. Вот, сутки прошли. И мы уже половину скрафтили. То есть, все остальное уже готово. Разглянем. Тогда конечный результат, конечно, приятен. Но тогда и выходит как раз объявленный 30 часов. То есть, по факту, то, что указывается в схеме, этим цифрам можно верить, что ли? Я правильно понимаю? Сейчас уже. Ну да, слушайте, получается, этим цифрам можно верить. То, что указывается в спецзаданиях, это объявленное время, за которое мы должны сделать. А то, что указывается уже непосредственно в схеме, оно реально соответствует действительности. И им можно доверять. Окей. Так, по спецзаданиям у нас еще что-то есть. Вот, 4 дня 13 тысяч. 2 дня 28 тысяч. Вот это мне нравится больше. Как раз пока не успели забрать у нас сей заказик. Надо его быстренько проштудировать. Тем более, что мы его сделаем гораздо быстрее. Но в заказе не учитываются затраты на производство. То есть, на сырье. Мы должны это калькулировать немножечко сами. Так, 75. Вот затрат у нас 5 тысяч. Производство. Вот это очень хороший заказ. Мы за полтора дня. Даже меньше в разы. За 1,4 дня. 1,4 нет. 1,25 дня. Мы получим 22 тысячи. 23 почти. При том, что у нас ежедневные расходы сейчас упали до 7 тысяч. Они скорее вернулись, в общем, к 7-8 тысячам. То есть, мы получаем сейчас вот именно с этого заказа очень хороший профит. Прям очень-очень хороший, я бы даже сказал. Но, опять же, вот эта пристройка цеха нам дает теперь возможность выполнения дополнительных заказов не более чем. То есть, мы не получим ускорение. Мы не получим еще чего-то. Для ускорения нужно задуматься над тем, чтобы у нас была реально херово гора роботов. Потому что они всегда идут в простое. Особенно на начальной стадии выполнения заказа. То есть, если в конце там еще как бы вопросики. То здесь уже вопросика в нема. Тут сразу понятно, что на старте задействуются абсолютно все роботы по всем линиям. И это приводит к тому, что нам их не хватает. Потому что мы видим нолики. А вот сейчас конечная часть. Уже сборка. То все, пожалуйста. 10 роботов пинает. Все же пинается. Хотя, по сути, опять же, не должны. Потому что работает покраска и работает сборка. В общем, есть вопросы. Но с помощью дополнительного количества роботов мы реально можем ускорить конечный процесс. Да и начальный, в принципе. Это будет непонятно. Да боже, когда вы столько на ловлапа успели. Прости, господи. Что с вами делать? Так, заказ сейчас уже будет отвозить. Зато какие у нас теперь хорошие роботы. Господи. Так, подождите. Понимаю. Все, хватит с вас. Так, отвозим 28-тысячный заказик. И можем сразу накинуть сверху... Уточки? Не надо уточки. Так, пистолетики за два дня мы сделаем гораздо больше. Это наш заказ, который мы заканчиваем. За сколько сделаем? А почему? А, пистолетики уже делаем. 60-е качество. За 8 часов 8 тысяч. При затратах в сутки за 8 тысяч. То есть мы в три раза больше, считайте, заработаем. Но опять же, тут тоже вопрос. Если делать краткосрочные заказы, то мы теряем очень много времени как раз на доставке и отправке ресурса. И это как бы спорный заработок на самом деле. Очень спорный. Но надо подзадуматься все равно. В любом случае, самый хороший вариант для нас это выполнение долгосрочных заказов на несколько дней. Еще и с возможностью продаж за более высокую цену. Вот тогда вообще сок. Кратковременные особые спецзаказы. Это, конечно, да. Забавно, но это вот срочное получение очень малого количества денег. И то не факт, что их можно правильно рассчитать. Особенно если заказы короткие. Так что тут есть вопросы. Так, отправляйте. Давайте посмотрим что-то среднее. Что мы можем сделать в гигантском количестве и что вырастет в цене. 750, 840. Ох. 420, 640. Вот это прям хорошо. Это который 1CY. Почему я не могу? Ага. 1CY мы делаем достаточно долго, насколько я помню. Ме-е-е. Но тут херовое сочетание, как вы видите. 7000 за 40 часов, что почти двое суток. За 1,6 дня мы получим 7000. Что как бы ну такое. Даже если оно в цене на 50% подрастет, все равно будет ну такое. Это чисто покроет наши затраты производственные. Это херня. Я честно вам скажу. Так, это навернется в цене, мы не успеем накрафтить. Меня смущает, что они заказывают достаточно малое количество товара. Вот это тоже не очень. Вот это уже выглядит хорошо. Тратим 25 часов, получаем 16000. И оно еще и подорожает же, да? Запуск в фекторе 1. Почему не можем? Что-что не так? А, качество. А, тут уже 14, но 1000 опыта. Окей, запускайте. Это в целом должно быть уже неплохим заказиком. Тем более, что у нас с опытом большие проблемы на самом деле. Нам бы их пофиксить не помешало. Так, два следующих цикла. К этому мы еще вернемся. Доступ к улучшенным машинам пока нет. У меня все руки чешутся уже новую недвижку брать. Делать новые цеха. Я думаю, мы к этому и двинемся, слушайте. Здесь-то мы и так уже заработаем. Что здесь улучшать? Роботов еще натыкать. Панели еще натыкать. Это нам не поможет отнюдь. Ветряные турбины я еще взял. Посмотреть, насколько они лучше солнечных панелей. Но это, опять же, чисто ради интереса. Так, у нас такие какие-то увеличились конкретно. Так, средний показатель в сутки. Техобслуживание 2300 у нас. Затрат на электричество 1300. 2300 у нас там какой вариант был? Да уйди, пожалуйста. Так, у нас снижение техобслуживания машин. Техобслуживание машин у нас вообще херню стоит. А роботов мы уже понизили техобслуживание. То есть, дальше ниже некуда, как бы. Затрат на строительство, затрат на сад. На сад, кстати, ну там тоже мы херню тратим. Короче, в любом случае. Или все-таки подождем? Давайте подождем, откроем ветряные турбины. И уже смотря уже на то, что они нам будут давать, возьмемся за скидку на здание и тогда уже возьмем новый цех. Мне кажется, это будет правильным решением. Так, выгружайте. Давайте этот заказик быстренько сделать. Ну как, относительно. В нашей жизни все относительно. 127 тысяч, сколько у нас стоят эти? Этот сотку снизим на 30, будет стоить 70. Тут еще дешевле. Нам пустые не надо. Вот нам вот надо либо вертолетные. Там минус 70 будет. Либо поездатые, потому что у нас очень много заказов. Уже на другие транспортировочные линии. Которых у нас, естественно, нет. Но проблема в чем, что все эти заказы направлены на совмещение древесины с металлом. Это у нас, что касается вертолета. Здесь та же самая херру... А, нет, здесь все подряд. Здесь все подряд. То есть скейты требуют одни и те же станки, да? Это совмещение деревянных, пластмассовых, металлических. Это ужас. Но в целом мы можем сделать цех чисто под скейты. Но я не уверен, что мы на них прям так заработаем много. Чтобы ради них такую кулебяку устраивать. Я подумаю. Я над этим подумаю. Но в любом случае, там где поезды, там где как раз находится вертолетная посадочная площадочка, там самые дорогие цеха. Я думаю, что с таким успехом нам есть смысл сделать сначала какой-то обычный второй цех. Там по дереву, например. Самый обычный, без всяких финтифлюх. Но опять же есть нюансики. Так, погоди, 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 погоди. Это у нас какой средний заказ? Цена у нас летит в пропасть, поэтому продавайте быстро. Пока не полетело. Стоп от скиборд. Вот это мы выполняли, да? Ну, я уже начал продажу. Уже процесс не вернуть. Короче. Цех мы увеличили не зря. Нам не надо будет делать отдельный цех, связанный с плюшевой этой всей херней. Но при этом всем я разломаюсь теперь перед выбором взять в перспективе цех обычный и сделать его древесным. Либо же взять уже очень дорогущий цех. Очень дорогущий. Это мы сколько? Скидку где-то 90 получим. Ну, в общем, 270-280 мы должны будем заплатить в любом случае. И заплатив эту сумму, мы получим доступ к железной дороге. Но здесь будут уже жесткие совмещенные цеха, которые будут работать именно вот по такой сложной продукции. Как скейты, как геймпады. Геймпады, боже. Игровые приставки и так далее. Что? Я извиняюсь. Боже, здесь еще один цех есть, корабельный. 450 тысяч. О, да, деточка. Ну, короче, ребятки. Пишите в комментариях, как вы думаете, какой следующий цех нам нужен. И над каким стоит поработать. А пока что мы сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденные. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Продолжение следует.